Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Альфия Хайдарова. Здравствуйте. Глава государства поздравил премьер-министра Малайзии Махатхира Мухаммада с победой его коалиции Альянс Надежды на парламентских выборах и назначением на пост премьер-министра страны. В телеграме говорится, цитирую, результаты выборов стали доказательством веронародов то, что под вашим мудрым руководством Малайзия в будущем достигнет новых высот. Подтверждением тому является ваш внушительный вклад в динамичное развитие Малайзии в 1981-2003 годах. Дружеские отношения между Казахстаном и Малайзией углубляются и всесторонне расширяются из года в год. Президент Казахстана также выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества между двумя странами и пожелал Махатхиру Мохаммеду успехов на его ответственном посту, а народу государства мира, благополучия и процветания. Партнерство Казахстана и Узбекистана будет определять повестку сотрудничества для стран Центральной Азии. Такое мнение высказал экономист Мируэрд Махмутова. По ее словам, это взаимодействие будет выгодно Таджикистану, Кургызстану и Туркменистану. На сегодня наша страна обеспечивает 75% ВВП всего региона и сотрудничество с соседней страной положительно скажется на положении всего Центрально-Азиатского региона. Между тем, эксперты подчеркивают, что межрегиональная торговля на сегодня остается ограниченной, поэтому эти вопросы, требующие глубокого экспертного обсуждения, поднимут на Астанинском экономическом форуме. На мой взгляд, Центрально-Азиатская повестка, она интересна тем, что мне бы хотелось, чтобы в отношениях с внешним миром мы выступали не только сами по себе, как Казахстан, мы представляли Центральную Азию. Пять стран близкой истории, с близкими языками, с близким менталитетом. И поэтому, я думаю, что перспективы этого сотрудничества еще не были полностью использованы. Здесь очень много возможностей. Я думаю, что если мы будем выступать как регион, это будет усиливать нашу влиятельность в диалоге с разными сторонами, будь то Япония, Китай, Европейский Союз или Соединенные Штаты. Астанинский экономический форум пройдет в столице на следующей неделе, 17 по 19 мая. Уже известно, что в нем примет участие еще один авторитетный эксперт международного класса. Американский биолог, почетный профессор Колумбийского университета Диксен Дипамье, автор более 10 книг, множества публикаций и статей по биологии и сельскому хозяйству, выступит спикером встречи. Отмечу, ученый разработал концепцию вертикального земледелия за 10-летний период. Кроме того, он совладелец трех популярных подкастов вместе с Винцентом Ричинелло. Как накормить 10-миллиардное человечество? Этому непростому вопросу посвящена одна из дискуссий Астанинского экономического форума. Решение проблемы растущего населения ученые видят в поиске новых продуктов питания. Европейцы, к примеру, предполагают есть медузы, в том числе ядовитых. Почему именно их и каков деликатес на вкус, расскажет Юлия Гончар. Прежде всего, медузу нужно отварить в кипятке. Медуза в кляре. Попробовать такую диковинку можно только на уроке шеф-повара. В ресторане ее не подают. Пока. Ничего сложного в приготовлении медузы нет, говорит Франческо Лоррето, эксперт в области продовольственных наук. В процессе сплавовой обработки она теряет все ядовитые вещества. Дальше дело вкуса. Медуза в основном состоит из воды, как можно было догадаться. 95% массы медузы – это вода. Остальные 34% – сухое вещество, богатое протеинами, особенно коллагеном. Поэтому, если нужно дополнить рацион человека порцией протеинов морского происхождения или другими микроэлементами, которые содержит медуза, она может быть очень полезной. Совместно с Германией, Норвегией, Португалией и другими странами ученые Италии работают над европейским научным проектом «Гоу Джелли». Изучают медузы как бесценный ресурс. Ресурс для производства косметики, кормов, удобрений, очистительных фильтров и, разумеется, для пищевой индустрии. Сегодня науке известно больше 200 видов медуз, самые крупные из которых достигают в размере 2,5 метров. Один из старейших организмов на Земле – медузы – населяют водоёмы планеты в огромном количестве. И в последние годы оно быстро растёт. «Мы сократили численность хищников, которые медузами питаются – тунца, трески, черепах. В этих условиях медузы лучше себя почувствовали, и их число стало расти. Ещё один фактор – изменение климата. Нагревание воды тоже способствует их развитию. В результате количество медуз увеличилось значительно. В Средиземноморье, в Каспии и во всём мире. Если мы начнём их есть, сможем восстановить в какой-то мере баланс экосистемы». «Вы уже пробовали медузу? Вкусная?» «Да, хрустящая. Больше всего мне понравилась медуза, поданная с фасолью. Немного хрустела во рту и фасоль, и медуза. Какого-то выраженного вкуса у неё нет, но не могу сказать, что он неприятный». Продажу так называемых новых продуктов – насекомых, водорослей и медуз – Евросоюз официально разрешил в этом году. Но населению Юго-Восточной Азии, например, хорошо знаком вкус мяса медузы. Не исключено, что с ростом населения на планете медуза может оказаться незаменимым источником белка. Серия взрывов прогремела во втором по величине городе Индонезии, Сурабая. Террористы атаковали три церкви – католическую, протестантскую и церковь пятидесятников. Погибли 9 человек, еще 40 получили различные ранения. Местные власти предполагают, что за нападениями стоят последователи террористической группировки «Джимаа Аншаруд-Дулла». Однако ответственные за атаки пока никто на себя не взял. Стоит отметить, что взрывы произошли спустя несколько дней после того, как заключенные боевики убили пять членов контртеррористического отряда во время 36-часового противостояния в тюрьме с высокой степенью безопасности в Джакарте. ПВС Израиля нанесли удары по северной части сектора газа. В числе целей оказались электростанции и позиции вооруженных радикалов. По данным военных, был уничтожен тоннель боевиков в районе Бейтхануна. Если жертва в результате спецоперации пока неизвестна, Тель-Авив решил закрыть КВП Керемшалом. Израильский контрольно-пропускной пункт пострадал в результате столкновений палестинцев с армией. Местные власти заявляют, что объект откроют, когда будут ликвидированы разрушения, нанесенные в ходе беспорядков. Накануне тысячи палестинцев вышли после традиционной полуденной молитвы на массовые акции протеста в рамках марша возвращения. Около заградительного забора они жгли автомобильные покрышки и запускали горящих воздушных змей с целью поджогов. В Мактаоральском районе Южно-Казахстанской области в этом году на микрокредитование предусмотрено 2 миллиарда тенге. Это на 500 миллионов больше, чем год назад. В районе уверены, увеличение в рамках пяти социальных инициатив президента страны позволит улучшить производство сельхозпродукции и решить вопрос безработицы на селе. Как сообщили в отделе предпринимательства, в первом квартале уже профинансировали 365 проектов на 590 миллионов тенге. В этом хозяйстве всего 20 коров. Надои небольшие, но этого хватает, чтобы каждый день делать сметану, масло и поставлять свежее молоко в сельский детский сад, рассказывает Алма Гулирембетова. Сейчас в планах прикупить еще бычков. Если мы сможем получить льготные кредиты по пяти инициативам президента, то мы увеличим поголовье скота. Будем больше производить молочных продуктов, расширим ассортимент. Фермер Ербов-Барашев кредит уже получил. На 14 миллионов тенге приобрел 35 лошадей и 20 годовалых бычков. Теперь планирует создавать маточное поголовье. У меня хозяйство на 150 голов рассчитано. Я думаю, что в течение нескольких лет мы достигнем этого результата. В прошлом году в Махтаральском районе профинансировали 565 проектов на общую сумму 1,527 миллионов тенге. В отделе предпринимательства отмечают, число желающих открыть свое дело или расширить бизнес ежегодно растет. Поэтому в этом году заложили на 500 миллионов тенге больше. За первый квартал у нас было профинансировано на сумму 590 миллионов тенге 365 проектов. Из них 45 миллионов тенге было выделено на развитие животноводства. 546 миллионов тенге на развитие весеннеполевые работы. Реализация этих проектов позволила обеспечить постоянной работой около 300 человек. Наталья Цынурмаха Мусатов и Нурмаха Бифуратов. Южно-Казахстанская область. Хабар, 24. Центр этно-туризма появится в Приорале. Местом привлечения туристов станет древнее городище Саганак. Средневековый памятник расположен в Жанакурганском районе. По словам ученых, в VI-VIII веках он был торговым и политическим центром Кипчакского государства. А во времена правления потомков хана Жоши – центром Белой Орды. Раскопки на территории Саганака будут вести специалисты Туркистанского научно-исследовательского археологического центра имени Ходжай Ахмету Исауи. А восстанавливать памятник доверят сотрудникам РГП Казареставрации. В целом регион планирует создать туристический кластер. В него войдут и города Ширик, Рабат и Жанкент. Бывшие столицы древних тюркских племен будут восстановлены. К ним подведут необходимую сервисную инфраструктуру. Восточные ворота Саганака по чертежам археологов примут прежний вид. Крепостные башни поднимем до трех метров, а высота ворот составит полтора метра. Работы завершатся в августе. Проект финансирует республиканские и местные бюджеты. В Казахстане в градостроительных проектах начали применять инновационные инженерные решения. К примеру, в Уральске создают 3D-карту жилых массивов и проектируют целый микрорайон в цифровом формате. Трехмерное моделирование позволяет корректировать проект и контролировать этапы строительства. Отмечу микрорайон Акжаик – первая электронная работа архитекторов при Урале. Подробности в нашем материале. Интерактивная визуальная система – возможность проектировать целые жилые массивы в трехмерном формате. Почти 500 гектаров земли полностью застроят новыми объектами. В Уральске впервые в электронном формате спроектировали микрорайон на 70 тысяч жителей. Создана 3D-карта, где заложена вся информация о зданиях и коммуникациях. Система позволяет оптимизировать управленческие решения, координировать ход строительства. Также устраняет ошибки, которые могут возникнуть при проектировании и при строительстве. К примеру, всем покажут, что там есть уже теплосеть и водопровод, нужно идти по другому коридору. Первые 3 миллиарда тенге выделены на подведение инженерных сетей. Дома здесь будут строить и по новой жилищной программе 7-20-25, предложенной главой государства. Всего до конца года в Уральске построят 165 тысяч квадратных метров жилья. Согласно генеральному плану застройки ПДП, в данном микрорайоне планируется построить 150 объектов, в том числе многоквартирные жилые дома, школы, дошкольные учреждения, больницы, поликлиники. По программе «Наружил» в настоящее время, как я уже отметил, ведется строительство 5 многоквартирных жилых домов. Планируется начать еще 16 домов. Успешный город, прежде всего безопасный город. По проекту «Облачное видеонаблюдение» в Уральске в этом году поставят около 2,5 тысяч камер. К примеру, только за прошлый год, благодаря системе видеонаблюдения, в областном центре удалось пресечь почти 15 тысяч правонарушений. Бутогос Базарбаева, Балат Шерлгасов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар-24. Первую имплантацию искусственного сердца провели в Таразе. Это стало возможным благодаря внедрению новых технологий в медицине и тесному сотрудничеству с зарубежными специалистами. Инновационными подходами поделились кардиологи и кардиохирурги на второй международной конференции «Хроническая сердечная недостаточность». Приурочили ее проведение к 60-летию первой операции на сердце в Центральной Азии. В конференции приняли участие около 120 врачей из Казахстана, Японии, Индии, Пакистана и Турции. Лучшие светила кардиохирургии провели операцию по механической поддержке сердца, а также прочитали лекции. По словам медиков, Казахстан по имплантации сердца занимает второе место после Турции. Отечественные доктора провели 256 пересадок. По словам экспертов, такие международные конференции помогают врачам выработать единый подход к лечению больных сердечной недостаточностью. Приехал у нас профессор Самуил Абрахам из Токио, в Японии, где развита регенеративная медицина, то есть клеточная технология. Сейчас же весь человеческий кожей клетки можно вырастить мышцу сердца. Со временем само сердце даже. Ну, уже выращивает трахею, например, глаза роговицу выращивает. Главное, нам надо быстрее разработанную технологию, технику внедрить у себя. Штормовое предупреждение по сообщению комитета ПУЧС. На горных реках Южноказахстанской, Жамбылской, Алматинской областей и в городе Алматы в связи с сильными дождями ожидаются паводки, склонные стоки. А в Казгидромете сообщили о заморозках до 2 градусов в северных, центральных и восточных областях страны. Израильская певица Нетта стала победителем Евровидения 2018. В финале конкурса она исполнила песню «Той» и набрала 529 баллов. Второе место заняла участница с Кипра Элане Фурейра с песней Фуэга. Тройку победителей замкнул представитель Австрии Сезар Семсон. В этом году финал Евровидения проходил в Лиссабоне на арене Алтис. В нем приняли участие представители 26 стран мира. Стоит отметить, что участники из Израиля становятся победителями конкурса уже в четвертый раз. Страна выигрывала в 1978, 1979 и 1998 годах. Это была последняя информация выпуска. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин